Космонавт, герой России Сергей Авдеев учился в 54-й школе. Поступил в Московский инженерно-физический институт, после чего записался в отряд космонавтов. Три раза летал на околоземную орбиту и провел там в общей сложности больше двух лет. За это время 10 раз выходил в открытый космос. На его счету 42 часа вне корабля. Долгое время это был рекорд книги Гиннесса. Сергей Авдеев говорит, его мечта о космосе родом из детства. Обычный будний день. Народ бегает там, что-то кричит. Что такое случилось? Потом включается телевизор, оказывается, что в этот день человек, гражданин Советского Союза, Юрий Алексеевич Гагарин, совершил полет в космос. По этому поводу было такое ликование. За полвека работы 54-й гимназии выпустило около сотни золотых медалистов. Но и не получившие высшие награды за учебу проявили себя в жизни ярко. Школа гордится и ликвидатором Чернобыльской катастрофы Алексеем Никифоровым, который потом создал вместе с Шойгу Центр экологической медицины. И героями Афганской, и Чеченской войн, и военных конфликтов в Закавказье. Много среди выпускников, бизнесменов, политиков и общественных деятелей. Одно время, как вы знаете, было заявлено, что воспитательная часть не очень важна в школе. Но это на самом деле не так, без нее никак. Сегодня классическая гимназия номер 54, один из локомотивов самарского образования. Успешная площадка для реализации пилотных проектов. Например, здесь работает воскресная школа для православных. Утром и вечером в школьной церкви проходят службы. А к детям с ограниченными возможностями здесь относятся как к равным. Иностранные языки, физика, математика и другие точные науки по-прежнему в приоритете, как и 50 лет назад. 54-я гимназия шагает в ногу со временем, разрабатывает новые методики и технологии образования. Грамотно демонстрируют это на разных уровнях. И на уровне Самарской области, и на уровне привозка федерального округа. Есть наработки, которые пошли и на целую Российскую Федерацию. Поэтому, если говорить об этой школе, она действительно достаточно достойно образовательное учреждение, которое, безусловно, имеет перспективы дальнейшего эффективного и продуктивного развития. На полувековой юбилей школы-гимназии «Воскресенье» приехали выпускники и ветераны-преподаватели. Для них прошел праздничный концерт. А учителя получили от Городской думы и администрации благодарственные письма за выдающийся труд. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.